Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу комбинацию техник, как можно по-быстрому избавиться от симптомов простуды, ОРВИ, заболеваний, любых соплей из носа и слез из глаз. Смотрим. У нас есть вот такие две точки в теле. Это проекция меридиана почек 27, называется К27. Но даже не она нам больше интересна, а то, что глубже нее находится. А глубже нее находятся у нас лимфосбросы. Те самые коллекторы, которые собирают всю лимфу в теле правой и левой. Считается, что правый больше ответственный за шею и голову, а левый больше ответственный за сброс нижней конечности, верхней конечности, туловища, грудной клетки. Поэтому стимуляция лимфатического сброса или лимфатического синуса, его правильно называть, даст вам отличный результат для того, чтобы простимулировать вычистку своего организма и ускорить процесс метаболизма. Тем самым вы все отработанные продукты ускорите на вычищение и запустите тем самым процесс самооздоровления. И тогда вы поймете уже через полдня, в течение 6-8 часов, что симптоматика ОРВИ, то есть гнусавость, какая-то легкая температура, познабливание, оно у вас нивелируется. Поэтому что делаем? Как стимулируем? Встаем на эти точки. Поняли, да, где они? Еще раз, это ключица. Вот под ключицей сразу в ямки встаем. Здесь находится грудина, то есть угол между ключицей и грудиной, вот эти вот ямочки. Встаем сюда в удобном положении. Если хотите усилить работу именно лимфосброса, лучше встать в лимфомудру, то есть это большой палец вместе со средним. Таким образом встаем мы в эти точки и просто начинаем стимулировать и делаем глубокий вдох и выдох. Если так будете продолжать в течение около минуты-двух, вы почувствуете, как перед глазами начинают мелькать мушки. Главное, из кадра не уйти. И все. И дышите. Отработали. Теперь надо простимулировать нам самую главную нашу печку, самую главную factory, самую главную нашу завод по изготовлению всех иммуногенных клеток и всех продуктов питания. Это печень. Что сделаем? Тряханем печень. Смотрим. Для этого мы встаем двумя руками на печень. Печенка у нас располагается вот таким вот образом. Если найдете нижний край ребер, на картинке сейчас вам покажется, где печень, чтобы вдруг не потеряли. Но смотрим лучше на меня. Вот таким вот образом. И вплоть до средней подмышечной линии. То есть надо руками встать вот так. Вот так. Прям вот сюда. Встали руками двумя на печень и делаем выдох. Выдыхая, давите немножко себе на ребра. После этого не поднимаете руки на вдохе, а оставляете их здесь. Если делаете вдох, то есть ребра будут хотеть толкать вам руки, а вы их оставляете здесь. Снова вдох и выдох. Еще глубже погружаетесь. Вдох. Выдох. После этого задержитесь секунд на пять. И делая резкий вдох ртом, оторвите руки от ребер. Как будто потеряли что-то. Удивились. Тем самым вы сдавили печень. Сделали резкий вдох. Диафрагма резко вниз опускается. И печень трясется. Вы ее просто будете. И все, что тут застоялось, оно раскачается. Грубых противопоказаний для этой техники нет. Просто если есть какие-то грубые камни уже в протоках у вас, и уже есть дикие диспептические явления, то с этой техникой, пожалуйста, поаккуратнее. А так она не противопоказана. Пройдемся еще раз. Стимуляция К27. Около минуты-двух с глубоким вдохом-выдохом. После этого простимулируйте печенку, просто разбудив ее. Просто для того, чтобы она запустила все свои процессы очищения и обмена. Встали, выдохнули, надавили. И не уходим отсюда. Сделали так три раза. Глубокий вдох. И отпускаем печень для того, чтобы она выскочила. И у нее все движения микроциркуляции пошли. Так от простуды можно за сутки избавиться. Ну и конечно не забывайте пить воду. Чем тяжелее пища, тем тяжелее проходит простуда. Это вам на всю жизнь.